Привет, друзья! Лавно в присоединившихся, я смотрю, что там много новых людей, кто пишет комментарии. Меня зовут Сергей, я снимаю этот блог про жизнь своих животных. В этой серии у нас пойдет речь, как вы уже поняли из названия, про французского бульдога. Немного хочу ответить на комментарии. Там я размещал короткие видео, где у меня амстаф с котенком. И там некоторые люди заметили, написали в комментариях, что откуда шрамы у амстафа на голове. Объясняю. У меня есть свой кот, один черный. И вот появился еще один котенок, которого вы увидели в шорте, который молодой, маленький. И я к ним приучил амстафа. Но у меня еще есть коты, которые уличные, ко мне заходят на участок. И он за этими котами гоняется. Ему просто интересно. Сейчас я камеру поверну и покажу вам. У меня есть тут на участке что-то типа леса. Вот здесь вот деревья. Там вот видите кусты. И вот еще, допустим, шиповник. И вот он гоняется за этими котами, царапается об эти кусты. И у него на голове такие маленькие сначала царапинки появляются и корочки. И он начинает их чесать. Начинает их чесать и расчесывает прям сильно. Вот вы видели вот эти вот пятна. Это вот он расчесал. И я ему начинаю мазать мазью. И потом оно все в конечном итоге. Я вам покажу его, когда оно заживет. И оно заживет. И там все шерстью покроется. И видно этого не будет. Блин, я когда начинаю снимать, они сразу все сюда подтягиваются. Как будто чувствуют. Вот он, французский бульдог. Котенок бежит. Вот это вот подбросили. Следующая серия, кстати, будет про него. Как я собак приучал котенку. Честно говорю, думал, что у меня не получится это. Но все получилось. И об этом смотрите. И вон Амстав тоже подтягивается. А Буся вот там вдалеке сидит с Наташей и не хочет. И вон еще вон тот вот черный кот. Это мой кот Степан. Про него тоже есть видео на канале. Как я его взял маленьким. И как я приучил собак к нему. Вот Амстав. Это Рэм. Для новеньких, кто недавно на канале. Это Рэм. Так, Ричард. Вот он Ричард. Буся, вот там Йорчевский терьер. Степан, кот. И паштет. Новый кот. В общем, хватит базарить по пустякам. Давайте перейдем к сути проблемы. В общем, расскажу, как это все начиналось с предыстории. Все началось год назад. Я посмотрел по Ютубу. Я снимал про это видео. Где-то год назад появилась проблема. Что вот Ричард начал плохо ссать. Долго стоял. И струя стала тоненькая. Мы поехали к ветеринару. Ветеринар посмотрела его на УЗИ. Можете в этом видео все посмотреть. Я там, в принципе, все рассказываю. Вот так кратко передам. Ветеринар посмотрела и сказала, что сделала УЗИ ему. И сказала, что у него простатит начинается. Поэтому вот так вот он плохо ссыт. Еще у него есть там песочек. Ну и типа ничего серьезного. Говорит, если не поможет, то надо будет его кастрировать. Тогда простатит этот пройдет. И он начнет нормально ссать. Назначила ему лекарство. Скажу так, что я этим лекарством где-то, наверное, недели 2-3 его кормил, поил. И вроде как стало получше. Все равно не так, как было. Но уже стал побыстрее он ссать. Вот. И я перестал ему давать это лекарство. Потом прошло где-то, наверное... Ну вот, началось это в августе. И потом опять еще одно ухудшение было в мае. В мае опять я поехал к этому же ветеринару. Она опять сделала ему УЗИ. И сказала, говорит, что все то же самое. Говорит, вы зря сделали то, что перестали. Это ваша ошибка. Поругала меня. Говорит, зря перестали это лекарство давать. Говорит, это лекарство ему надо давать. Говорит, если вы не хотите его кастрировать, все время поите этим лекарством. Короче, и в итоге мы поили его двумя лекарствами. Это карнам. Это основное. И второе, это вспомогательная фитоэлита здоровья почек. Вот это вот то, что было предыстория. Теперь то, что случилось в прошлый четверг. В прошлый четверг у него он начал фыркать. Как-то через чужую. Вот они бульдоги, они обычно фыркают. А это он стал фыркать больше, чем обычно. Мы заподозрили что-то и наблюдали за ним. В пятницу вечером после работы, когда я приехал, я смотрю, что у него пошла сопелька такая. И чуть-чуть с красным, как бы с кровью. И мы в пятницу вечером сразу же поехали к ветеринару. Вот к этому ветеринару, к которому обычно я езжу. Приехали, она посмотрела и говорит, скорее всего это воспаление. В общем, не буду рассказывать. Я это все снимал. Давайте посмотрим, как это было. Привет, друзья. Повезу вот этого товарища к ветеринару. Потому что что произошло? Позавчера, как-то вечером заметили, он начал вот эти вот свои бульдожьи звуки. Такие вот похрюкивания чаще издавать, чем обычно. Но как-то мы не обратили на это внимание. А вчера вечером мы когда приехали, он тоже издавал вот эти вот звуки. И у него тут немножко кровь шла из ноздрей с соплей такая жидкая. Я вчера его возил к ветеринару. Они посмотрели, ничего так не увидели. В общем, сказали, возможно, может быть это воспаление. Сосуды стали тонкими и кровь начала попадать. И если там все воспалено, оно может перекрывать ноздрю. И тяжело ему дышать. Поэтому они сделали ему уколчик. И сказали, сегодня едем на рентген. Назначили рентген. Вот так вот он расположился. Поедем. Так, мы приехали. Вот клиника. Четыре с хвостиком. И вот направление наше. Направление на рентген носа. Боковая проекция. Левая сторона. Сейчас сделали рентген двух ноздрей. И они этот рентген сразу туда моему ветеринару пошлют. Мне не дали распечатку. Вот этот товарищ там походу займелся новую подружку. Которая его потесала, погладила. Потискала. Вот едем к ветеринару. Все, приехали от ветеринара. Вот Ричард приобрел еще одну подружку, которая делала ему уколчик. И погладила его. И сказала, кто сладкая булочка. В общем, рентген показал, что у Ричарда есть мозги. А также он показал, что в носовых там ходах нету никаких инородных предметов. Есть небольшое воспаление в них. И сделали еще уколчик. Сказали, что еще завтра надо поездить, поколоть ему уколчики. Так, это на следующий день уже снимаю. Едем на укол. Ричард в машине. Мчим. Так, все, приехали с укола. Это, получается, третий день. Сказали, пять дней. Еще два дня поводим его. Но уже намного лучше стало. Итак, мы ему кололи эти уколы. И получается, пятница, суббота, воскресенье. И в ночь с воскресенья на понедельник Ричарду стало плохо. Четыре часа утра следующего дня. Ричард проснулся. Ему стало плохо. Он там нарогал дома. И потом он, короче, выходит на улицу. И опять он долго стоит и сыт. Короче, повезу его и дрожит. Ну, дрожит, может, потому что холодно сейчас тут. Короче, не знаю, почему дрожит. Сейчас его отвезу в госпиталь. Посмотрим, что с ним. Я его повез к ветеринару. У нас здесь, я вот живу в Белгороде. У нас здесь есть пригород Белгорода, Стрелецкая. И там есть Стрелецкая ветеринарная клиника. Можете посмотреть, там на Яндексе есть оценки. И мы повезли туда, потому что она круглосуточно работает. И там могут неотложную помощь оказать. И потом, после того, как мы приехали оттуда, я записал этот видос. Посмотрите. Короче, сейчас отошел. Расскажу поподробнее, что произошло. В общем, где-то вот с трех до четырех начал он рогать. Вот. И в четыре мы его повезли в Стрелецкое. У нас тут возле Белгорода. Ветеринарный госпиталь. Привезли. Короче, я им рассказал, что так и так, короче, там началась такая проблема, что он стал долго ссать. Что начали лечить. Вот нам назначили этот препарат Корнам по полтаблетки два раза в день. И что вот у него было с назрями вот эта фигня. Короче, все описал. Что укололи. Они сразу спросили, что укололи. Но нам не дали ничего такого. Ну, там, говорит, листочек, что-то ему укололи. Поэтому я говорю, я не знаю. Вот. Начали делать ему УЗИ. На УЗИ, короче, показало то, что у него... Говорит она, что вам там ставили? Я говорю, ну, там ставили простатит, типа, и камни в почках. Ну, говорит, камней нет. Простатита тоже нет. Все там чистенькое. Но он при этом не сыт все равно. Вот. Потом она посмотрела, короче, чуть-чуть еще поподробнее. И увидела, что там у него какая-то жидкость в... Как это, короче, в брюшной полости. Говорит, вот небольшая жидкость есть. И непонятно почему. Говорит, могут быть разные причины. Взяли общий анализ крови. Еще какой-то анализ крови. Взяли мочу. Вот. Потом по анализу крови сказали, что у него почечная. Недостаточность. Там по каким-то показателям похоже на это. Сказали узнать в той клинике, в которой мы ездили вчера, что ему укололи точно. И вечером приехать к канифрологу на прием. Вот такие дела. А, еще они, короче, ему вставили катетер через письон туда. И откачивали мочу. Откачали мочу. Она такая буроватого цвета. Укололи там уколы ему. И дали против давления. А померили еще давление ему. И давление у него высокое. Сказали следить за ним. И вечером в 9 часов там у них выходит нефролог приехать. Врач-ветеринар, которая там была дежурная, в этой клинике, сказала, что нам нужно, говорит, приехать на консультацию к нефрологу. И как раз нам так повезло, что в этот же день нефролог у них заступала в ночную смену на дежурство. И заступала в 9 часов вечера. В 9 часов вечера я уже поехал туда. Я был уставший, поэтому видео там не снимал. И расскажу вам так на словах. В общем, мы приехали. Стояли там очередь. Попали на прием. Она посмотрела анализы. Анализы крови мы уже сделали. С утра, когда приезжали. Потом говорит, пойдемте, сделаем УЗИ. Сделала ему УЗИ. Посмотрела на УЗИ. И УЗИ показала, что там что-то есть, что-то типа камней. И говорит, я говорю, посмотрите простату. Говорю, вот нам ставили простатит. Есть у него простатит или нет? Она посмотрела и говорит, нет. Простата хорошая, а простатита у него нет, там все нормально. Потом мы пошли там в цокольном этаже. У них есть рентген в этой же клинике. И она говорит, камни лучше видны на рентгене. И определенным образом она мне попросила, чтобы я его держал. И сделали несколько снимков. На этих снимках хорошо видны были камни. Она посмотрела, говорит, размер камней такой, что они не могут пройти у него и выйти самостоятельно. Получается, там у них, короче, мое удивление, конечно, было, что у них писюн это кость. И там в этой кости такой канал. И он не может никак расшириться, поэтому камень не может пройти. И она сказала приблизительно, что с ним произошло ночью. Говорит, ночью, скорее всего, вот этот вот камень закупорил этот канал. И Ричард не мог поссать. И он не мог поссать. У него как бы происходило отравление организма, потому что моча не могла выйти. И на этом фоне у него и давление повысилось. И вот эта вот моча была бурого цвета. Сказала, говорит, если бы вы чуть позже его привезли, возможно, бы все, он бы не выжил. Мы его вовремя привезли. И вот этот ветеринар, который ночью дежурил, в тот день, когда мы приехали, она ему вставила через писюн катетер и откачала мочу. И когда она ему вставляла катетер, она говорит, что-то катетер плохо идет. И, скорее всего, говорит, она протолкнула этим катетером камень обратно. И таким образом, как бы, получается, почки опять начали работать. Начали эту мочу фильтровать. Он начал по чуть-чуть писать. И все более-менее нормализовалось. Она назначила лекарство. Я там сначала хотел подснять вам этот листок. Но потом там везде их фамилии, этих врачей. Я не знаю, насколько это можно снимать. Но так расскажу. Там в этом лечении есть антибиотик, есть спазмолитик, есть обезболивающее. И есть там препарат, который изменяет PH мочи. Я так понял, чтобы там хоть как-то эти камни уменьшить. И потом она сказала приедьте через три дня. Через три дня мы приехали. Она посмотрела его и говорит, ну, все идет вроде как хорошо. Приедьте еще через три дня. И вот мы завтра поедем. И она говорит, возможно, мы назначим вам операцию по удалению камней. Вот, в общем, как-то так. Так, Ричард сейчас уже намного лучше. Уже начал получше даже ссать он. И веселый. Бегает, ест. Аппетит хороший. Следующая серия будет про кота. А потом я буду держать вас в курсе дела, что с Ричардом там. Так что подписывайтесь на канал. Лайки можете не ставить на колокольчик. Можете не нажимать. Как хотите. Можете так просто смотреть, не подписываться. Кот, смотрите, какой красивый. Офигенный кот. Блин, отличный кот. Красивый кот. Кот. Как тебе могли выбросить, а? Смотри, ты же такой красивый. У тебя полосочки тут. Грудка такая белая. А вот здесь вот, на пузике, посмотрите, на пузике. Леопардовая раскраска сейчас в тренде. Отличный кот. Вот здесь рыженькая такая, а вот тут рыженькая. Здорово, тебе тоже нравится кот? На, твоего друга. Отличный кот, да? Что ты делал? Вот здесь рыженькая. Что, ты как, не знаешь? А вот тут рыженькая. Что ты делал? Ты делал?